всем привет дорогие мои друзья сегодня хочу вам показать как же я вяжу жаккард без протяжек вы очень часто мне пишите в комментариях в личку вконтакте покажите как же вы вяжете жаккард сейчас у меня на спицах такая совсем маленькая работа шапку решила связать для мужа обычная такая простая шапка здесь у меня просто однотонная идет вязка дальше решила сделать немножко жаккарда и заканчивать буду ее красным цветом сейчас кстати вяжу я из пряжи моей уже полюбившийся ланоса альпакана файн моточек молочного цвета видите в одну ниточку вяжу и ланоса альпакана суперфайн здесь уже я вяжу из этой нитки в две нитки видите это потому что ланоса альпакана суперфайн видите она намного тоньше чем ланоса альпакана файн в принципе она почти в два раза тоньше я решила попробовать вот так вот скомбинировать эти две ниточки и в принципе получился очень хороший результат итак показываю как же я вяжу жаккард до того как я купила наперсток для вязания я вязала жаккард как обычно все его вяжут наверное просто вот так вот на пальчик две ниточки помещала этими двумя пальчиками захватывала вот так вот безымянным и мизинцем вот так вот и как то так вот вязала жаккард если надо провязывала красную потом белую но совсем недавно в одном из своих видео я рассказывал что купила наперсток для вязания осталась у меня этикеточка вот такая вот ссылку где я покупала наперсток а укажу под видео и сейчас покажу как я им пользуюсь этот наперсток сам по себе немножко большой для моего пальчика видите он болтается крутится очень и неудобно вязать поэтому я беру кусочек салфетки обыкновенной беленькая вот так вот обматываю мой худенький пальчик и одеваю сюда наперсток вот вот теперь он хорошо сидит крепко дальше я беру пряжу красную или молочную мне неважно какого цвета с и с какой стороны где находится вот так вот я их прокладываю и защелкиваю дальше немножко натягиваю ниточки опять же беру этими двумя пальчиками мизинцем и безымянным и вот таком вот положении я вижу свою шапку и сейчас поближе вам покажу с таким наперстком лично мне очень удобно вязать ниточки совсем не спутываются и еще один маленький момент у меня всегда один моток одного цвета с правой стороны второй моток с левой стороны и они никогда между собой не должны пересекаться если бы был еще третий моточек если бы я вязала какой-то жаккард трехцветный то конечно же я бы его расположила где-то здесь справа например этот моток был бы по центру и этот слева то есть моточки у меня ни в коем случае не должны пересекаться и вот смотрите как же я его вижу вот по схеме мне сейчас нужно провязывать над красной петелькой нижнего ряда красную над белой петелькой белым цветом я беру ввожу как обычно лицевую петлю провязываю красной над красной петелькой дальше белая сейчас надо над белой провязать белой ниточкой ввожу как обычно за правую стенку лицевой захватываю просто белую ниточку и затягиваю вот так дальше надо красную вязать просто беру красную протянула провязала и таким образом до конца этого рядочка я буду провязывать таким рисунком и вот что у меня получается сейчас я до конца этот рядочек провязывать не буду а расскажу вам а вот что например если бы мне нужно было бы провязывать 5 петелек красным цветом потом одну белую потом снова 5 красным и так далее то как бы я это дело значит я вижу так одну петлю захватываю красную просто вот как она проходит по маркеру вторую петлю я захватываю таким образом ввожу спицу под белую ниточку вот таким образом захватываю красную поднимаю сюда наверх и протягиваю через петлю вот так вот дальше провязали две петли еще надо 3 провязать опять ввожу уже захватываю отсюда вас слева просто провязала четвертая петля захватываю под белой ниткой вот так вот протянула и последняя пятая с левой стороны и потом простым таким движением вот так вот подтягиваем белую ниточку чтобы она здесь у нас не выглядывала на красной линии дальше мне нужно провязать одну белую провязала одну белую опять 5 красных раз я буду быстрее вязать чтобы вот так вот два три так еще 4 и 5 и беленькую ротчик подтянули все вот таким образом постоянно нужно перекрещивать как бы наши ниточки на изнаночной стороне они постоянно перепутываются перепутываются и у нас вообще нету протяжек если бы я вязала например 9 красных 1 белая то опять же я бы вязала то с левой стороны захватывая красную то вот так вот вводя спицу под белую ниточку и выводим сюда красную и если бы я вязала например белая ниточка 5 петелек а красной например одну я бы провязывала так 1 белая просто с правой стороны захватываем 2 белая снизу вот так вот потом опять сверху над красной следующая под красной так 4 провязала и последняя над красной захватываю вот таким образом сейчас протягиваем вот так вот подтягиваем вернее красную ниточку и все она прячется дальше вяжем одну красную и и снова провязываем белая над красной белая под красной над красной под красной и над красной сейчас у меня разная пряжа поэтому немножко возможно красненькая ниточка немножко вылазить сюда наперед но когда ее подтягиваешь что вообще ее не видно а когда пряжа одинаковая одинаковой толщины то вязание ложится хорошо сейчас сниму наперсток и покажу вам как же выглядит изнаночная сторона вот смотрите лично мне очень нравится аккуратная изнаночная сторона сейчас многие я вижу делают изнанку лицевой стороной если она красиво связано то конечно же можно это делать и как вы можете увидеть здесь нету таких длинных протяжек например в две петли или в три петли знаете такие ниточки когда вот так вот вот таким образом вот эта протяжка называется когда сзади на изнаночной стороне вот такие есть ниточки когда одеваете свитер и если есть у вас на руках какое-то колечко то можно эту протяжку зацепить и потянуть сюда вязание а это не очень хорошо поэтому конечно же лучше всего вязать жаккардом без протяжек в моем случае вообще нету никаких таких протяжечек нигде ничего не цепляется потому что я постоянно перекручиваю две ниточки и в общем я пришла к выводу что вязать с таким наперстком намного лучше когда я вязала без наперстка у меня на пальчики ниточки могли скручиваться и я тратила время на то чтобы их постоянно распутывать здесь же такого у меня нет конечно же если вы и без наперстка классно справляетесь с жаккардом у вас ничего не путается то он вам и не нужен а я довольна что купила наперсток и поэтому могу и вам советовать его также приобрести но вы уже решайте сами нужен вам он или нет принципе я все вам показала рассказала вязать таким образом можно любой узор которые вы найдете в интернете или самостоятельно придумаете плюс жаккарда в том что вы можете взять тетрадку любую в клеточку вот обычный такой блокнотик и нарисовать любой рисунок одна клеточка это одна петелечка вы берете вот так вот зарисовываете петель квадратики зарисовываете и у вас получается какой-то рисунок вы можете быть автором какого-то классного рисунка и да еще хочу показать на лицевой стороне вот смотрите полотно где я вязала в одну ниточку вот так вот растягивается и полотно из жаккарда смотрите также растягивается видите и становится на место хорошо держит форму полотно конечно же немножко толще на ощупь и немножко теплее если бы у нас сзади на изнаночной стороне были протяжки то наше полотно тянулось бы ровно настолько насколько позволяла бы протяжка ему растягиваться чтобы шапочка на голове не было в таком виде нужно конечно же связать образец и рассчитать а по рапорту ваш узорчик по вашей плотности вязания если остались какие-то вопросы то пишите в комментарии всем желаю ровных петелек и вязание жаккарда всех целую всем пока пока